Становление киперпсихологии имеет пока короткую историю, но все же это некоторая история. Прежде всего хочу сказать, что в развитии психологических исследований в области применения компьютеров для опосредственных процессов общения внесли вклад и психологи, и специалисты по компьютерным технологиям, и специалисты по технологиям связи. И надо сказать, что даже в развитии того, что стало впоследствии интернетом, внес немалый вклад психолог. Не будем забывать его, это Джозеф Ликвайдер, специалист в области психологии слухового восприятия или психоакустики. Он был, вероятно, одним из первых американских психологов, который вплотную применял в своей работе новоявленные компьютеры, и его стал раздражать недостаточность того, что позволяют компьютеры делать. Он написал большой меморандум в 1962 году о том, что компьютеры могли бы быть связаны между собой и передавать информацию можно было бы с компьютера на компьютер. Он назвал это почему-то галактической связью, и, может быть, потому что было такое завлекательное название или, несмотря на это, его пригласили поруководить работами в этой области. И он несколько лет работал координатором в агентстве DARPA, которое стало впоследствии разработчиком прообраза интернета сети ARPANET. Надо сказать, что его деятельность была, видимо, крайне эффективной. Он очень быстро нашел перспективных исследователей в области телефонной связи, которые помогли разработать главные параметры протокола, по которым компьютеры могли связываться между собой к удовольствию ликвайдера. Он ушел с этой работы, потом его попросили вернуться на некоторое время. Просто хочу подчеркнуть, что в развитии сетевых телекоммуникаций, как тогда называлось, принял большое активное плодотворное участие психолог. Надо сказать, что к тому времени, в 60-е и 70-е годы прошлого века, сетевые связи между компьютерами были достаточно развиты. Были вокальные сети, связанные с конкретными кампусами университета, там вокруг некоторого компьютера. Были глобальные сети, например, организации, которые оперировали на разных географических положениях на разных континентах, создавали свои сети. Это пока были внутрифирменные фирменные сети, по которым передавались куски работы от одного коллектива к другому. Одного коллектива закончится рабочий день, с этого момента начинает работать другой коллектив, получая полную информацию по внутрифирменной локальной, а по сути глобальной сети. Так вот, имевшиеся к тому времени типы сетей нужно было объединить и придумать, как это сделать. Это реализовано и придумано замечательным образом. По-моему, интернет — это единственный, бесконечно удачный глобальный проект, которым болело человечество в 20-м веке. Возможно, в 21-м веке это тоже будет не последний им по значимости глобальный проект. А поскольку были уже те или иные виды сетей, то появились определенные исследования, как складываются коллективы вокруг этих сетей, как нужно передавать информацию надежно, деловую информацию, неделовую. Появились желающие передавать юмористическую информацию, юморески, в условиях Советского Союза тогда еще информацию, которым можно было бы отчасти назвать самоздатом. Появились некоторые виды социологии, психологии, как тогда говорили, телекоммуникации. Слова «интернет» еще не было. Больше всего таких первых исследований было в области организационной психологии, как складываются группы, как они сплачиваются, кто будет лидером в этих новых сообществах, которые сложились вокруг некоторого компьютера или некоторой компьютерной сети. Появилась терминология, которая казалась очень многообещающей. Это «общение, посредственное компьютером» или «общение, посредством компьютера». Были конференции, были группы специалистов. Казалось, что компьютеры будут опосредствовать общение между людьми и не только общение, и формальное, и неформальное общение. Потом, в 1990 году будущий лорд Тимоти Бернерс Ли разработал способ представлять в интернете информацию. Сначала текстовую, потом графическую, потом звуковую. И в 1990-е годы начался довольно неожиданный, бурный рост этих сетевых телекоммуникаций, которые получил название «интернет». Он совпал с тем, что компьютеры, а теперь уже и мобильные устройства стали доступны миллионам. И получилось, что в области «посредственного компьютера общения» люди занимаются далеко не только общением. Занимаются тем, чем всегда занимались люди и что всегда исследовали психологи. Это общение, это познание, это развлечение. Развлечение можно понимать и скачивание музыкальных видеопроизведений и игры. Это шоппинг или консюмеристская деятельность, покупательская деятельность. Это рабочая деятельность. Люди работают посредством интернета. И все это осуществляется посредством новых видов отношений между людьми, посредством компьютерами. Получилось так, что посредством интернета производятся почти все обычные мотивации человеческие. И это стало вызывать интерес. Но что тогда есть психология интернета? Для многих интернет — это по-прежнему сеть или сеть сетей. У сетей психологии нет. У пользователей сетей психологии есть. Но пользователи сетей сейчас уже не отличаются от всех других людей. То есть киберпсихология не может изучать психологию человека вообще. Надо сказать, что вокруг интернета развились многочисленные сервисы. Сервисы для общения, сервисы для развлечения, сервисы для познания. Всем известные сервисы. И ни одна организация не могла бы их так активно развивать, как это развивает сообщество людей вообще. То, что условно называется «Веб-2.0». Киберпсихология занимается как раз методологией, методами и принципами того, как люди пользуются социальными сервисами интернета. Социальные сервисы — это по-прежнему общение, познание, развлечение и ряд других. В этом плане киберпсихология — название довольно условное. И точно так же можно называть психологией интернетом. Терминология не устоялась. Думаю, что новые поколения будут решать, как им называть новую область. Является ли она в настоящее время признанной областью психологии? Нет, не является. Все исследования проводятся в рамках более традиционных областей психологии, как то детская психология, социальная, когнитивная, дифференциальная, педагогическая и так далее. Почему? Для этого есть разные причины. Существенная причина, что киберпсихологи не объединены ни в какую ассоциацию. Для того, чтобы устоялась новая специальность, нужны кафедры, факультеты, учебники, ученые советы для защиты диссертаций, нужны рабочие места для выпускников. Пока что магистрскую степень в области киберпсихологии можно получить только в небольшом Мирландском университете, который не принадлежит к числу наиболее престижных. Была попытка в более престижном университете завести магистрскую специальность и как-то от нее отказались, не выдержав темпа. Нет рабочих мест. Таким образом, киберпсихология либо растворится среди более традиционных областей психологии, либо все-таки организуются и будут ассоциации, учебники, кафедры, выпускники, рабочие места. Надо стараться по мере возможностей, чтобы это было. Пока что мои призывы не возымели должного действия. Поэтому в качестве перспективы на будущее я хочу сказать, что очень ценна не только чисто научная, но чисто организационная сфера, которая позволила бы оформить киберпсихологию или психологию интернета или психологию киберпространства, как бы ее ни назвать, в качестве самостоятельного раздела психологической науки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!